У вас нет таких уроков по данному конкретному вопросу? Ну, во-первых, меня интересует, какую конкретно сборку Linux Mint вы ставили? Скачивали с официального сайта? Да, да, да. 63-битная с официального сайта. И как она? Ну, есть Цинамон, есть... Ну, Рафаэл, ладно. Значит, а почему у вас вообще возникла надобность до установки каких-то там видеодрайверов? У вас что, компьютер AMD или Celeron? Нет, Intel. Ну, Intel. Ну, Intel, он нормально все цепляет, он, в принципе, и не требует там никакой до установки или еще чего-то. Ну, вот, видеокарта у меня, она определяется, но разрешение стоит смешное какое-то. 1024 на 868. А у вас какое? А у меня 19-дюймовый монитор, фьюлипатер, 1280 на 1024. Вы сейчас находитесь на какой операционной системе? Нет, я в Винде сейчас. В Винде. А туда зайти и со мной по скайпу связаться можете или нет? Ой, я еще не привык к люксовому скайпу, и на той машине у меня, значит, нет... Ну, понятно. Значит... И здесь не привык там. Значит... Ну, первое, значит, в принципе, у вас задача стоит, чтобы выставить другое разрешение экрана. Так, завели команду, увидели. У тебя этот компьютер какой, ноутбук или дестоп? Дестоп. Ту-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Так, ну что, значит, сам разбирать первую команду. Давай-ка запустим, посмотрим. Ксандр, где там она? Вот она. Я думаю, что если по этой статье будешь все дело делать, должно у тебя все получиться. Не надо тут пароль вводить. Он же у тебя не просит пароль вводить. Так, не совсем то, но ладно. У него обычно есть еще местечко, где он хранится. Сейчас я гляну, у меня где-то тут было. Сейчас, подожди. Значит, хотя, в принципе, да по барабану. Вот смотри. Вот, допустим, я вот этот скрипт просто-напросто беру, копирую. Ну, куда? Ну, допустим, давай я вот документы положу. Значит, называется он ДВИ. Теперь, значит, смотри сюда. Ну, а здесь мы напишем. То есть, вот что мы сделали. Мы сейчас вот добавили его в автозагрузку. И теперь, значит... Да, но мы там права запуска не изменили. В смысле? А там же в свойствах надо написать разрешение запуска как программы. Причем ты в любую папку, в любом месте можешь его засунуть. Так, а что у тебя тут такое? Зайди-ка ко мне в кладовочку. Мы тебе хорошенькие иконочки поставим. Подкачка у тебя подключена. Но просто не используется. Но если бы не было подключено, было бы запись, что no swap. Но он подключенный. Итак, значит, сейчас ты перезагружаешься и мне перезваниваешь. И мы, значит, смотрим, стартовал или нет. А сейчас дай-ка я еще раз на всякий случай проверю, какое сейчас у тебя стоит разрешение экрана. А вот у меня тут... Сейчас, подожди. Да вот. Вот, 1280 на 1024. Родное, так сказать. Да. Значит, теперь, значит, так. Я жду твоего звоночка после перезагрузки. Как говорят литовцы, я вот так вам поискутил и дыбка прошнурил. Или, что соответствует нашему одесскому, чтобы я так жил. Работа? Все идеально. Идеально? Ну, давай нормально слышно все. Значит, ну, самый, как говорится, оптимальный вариант, это что? Вот, простая проверка. Сейчас глянем. Так, что и требовалось доказать. Значит, понимаешь теперь, что вот этот файлик можно засунуть в какую угодно папку. Просто нужно указать путь к этому файлику. И сделать его исполняемым. Ну, а теперь практически тут можешь уже возиться, как говорится, там, настраивать. Ну, делай, что хочешь, как говорится. Главное, что единственное, значит, еще раз я хочу, значит, посмотреть, что за скрипт ты такой сделал. Давай-ка мы его почитаем. Ну, это практически та инструкция, которая была написана. Я только к своим разрешениям прицепил. Ну, да, ты выставил 1280 на 1024. Да, да. Ну, и нормально все. Ладно. Сделаю, как говорится, видеоролик для пользователей. Вот они этот скриптик увидят. А как прицеплять его, они, значит, уже видели. По крайней мере, люди смогут устанавливать теперь нормальное разрешение экрана. Вот. Ну, ладно, Саша, значит, желаю тебе всяческих успехов в освоении. Как видишь, ничего тут сложного нет. Штучка эта хорошая. Вот. Система работает нормально. Так что занимайся там настройками и так далее. Удачи. Спасибо, Алексей. Ну, давай. Счастливо. 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 Счастливо.